Первый тайм армейцы провалили. Непонимание между игроками напоминало хроническую болезнь, которая периодически имеет рецидивы у подопечных Тарханова. В движении ЦСКА превосходил среднюю линию венгров, но защита Ференцваруша оказалась более плотной, нежели ожидалось. Комбинации были удачны, но последний пас вызывал недоумение у партнеров. Обороне передалась нервозность нападения. Настойчивая девятка венгров-крестьянца вертелась перед штафной ЦСКА как юла, а Татарчук оказался скрипящей осью. Машкарин вовремя выбивает мяч. Сочувствует ЦСКА, даже Нир Пернарков стал болеть против венгров. Ворона сделал свое дело. В начале второго тайма Сергей Мамчу решился на дальний удар, которыми армейцы до этого не пользовались. И первая же попытка оказалась не пыткой. ЦСКА решил, что лед сломан. Гол Крестьянца на через 8 минут был нелогичен и даже нелеп. Мяч срезался с ноги нападающего, а Новосадов с опозданием среагировал на этот затейливый удар. Москвичи не смутились. Радимов хорошо пасует на выход Файзулину, но вратарь Балок действует надежнее нашего форварда. Через несколько минут Антонович выводит по правому краю Сергеева, но он пока что только примерялся к воротам. Через минуту Радимов. В этом матче он здорово находил партнеров, а дает мяч Сергееву, примерно в ту же точку, с которой тот перед этим промазал. На сей раз удачно. Зыбкий счет 2-1, конечно, не устраивал ЦСКА, но несколько острых моментов закончились по-армейски. То есть ничем. Мы нормально играли, просто не забили. Забили бы еще пару, было бы все отлично. Усталость большая очень. Скайпилось тяжело, очень тяжело. Я считаю сверху, что мы идем в конце турнира, потому что борьба за выживание. Очень тяжело.